Добрый вечер, уважаемые слушатели. Снова пятница, Ирина Ясина, программа «Жажда жизни» и мои, в общем, наверное, бездарные попытки найти что-то хорошее в нашей неприятной жизни. Вот в неделе это было совсем грустно. Я не говорю о сегодняшних новостях про Навального. Я не вспоминаю арест Урлашова, мэра Ярославля. Я вспоминаю свою собственную пятницу и поход в Мосгорсуд, где я присутствовала на рассмотрении апелляционной жалобы по продлению меропресечения ребят, которые были арестованы по делу оболотной. Вот произвело это на меня очень тяжелое впечатление, о чем я написала у себя в блоге. Тяжелое, потому что в аквариуме среди десяти мужчин было половина пацанов просто моложе моей дочки, абсолютно никому не нужных, всеми забытых, кроме собственных родителей и двух-трех десятков активистов, которые продолжают уходить в этот суд. И мне все время хотелось и сейчас хочется спросить. Слушайте, у нас на Болотной и на Сахарова были десятки тысяч, а там в аквариуме десять человек и две девочки рядом, которые тоже последственные, но у них другая меропресечения. Саша Духанина и Маша Баронова. Вот. И никому вроде как они не интересны. И самое тяжелое, наверное, был звонок отца одного из этих мальчиков, который отец меня моложе, а мальчик моложе моей дочки, который мне сказал, Ирина Евгеньевна, спасибо за то, что вы пришли. Мне стало так неудобно, потому что спасибо мне не надо говорить. Это мой гражданский долг прийти туда. И я буду ходить еще и еще. И всех зову пойти. И не спрашивайте меня зачем. Зачем это не об этом? Зачем? Не знаю. Просто для того, чтобы оставаться человеком. Туда надо идти, чтобы выразить свою поддержку этим ребятам, их родителям, их женам, у кого они есть. Там сидит парень, у которого двухлетний сын. Ну, в общем, ребят, срез жизни нашей. Вот в этой самой зале Мосгорсуда среди собаки-ротвиллера и неприятных на вид мужчин в форме, которые, конечно, норовят встать перед аквариумом по всю ширину своих немалых плеч с тем, чтобы никакая мама никогда не смогла лишний раз улыбнуться своему единственному сыну. Не дай бог он увидит, что мама ему улыбается. Вот для этого вот эти конвойные стоят так, чтобы мы не видели ничего. Ну, ладно. На самом деле попытки найти хорошее, они не бесполезны. Вот я в эту неделю не верю в то, что у нас все будет хорошо, но тем не менее, по крайней мере, наверное, мы утешимся кое-чем. А вот это кое-что мне сегодня расскажут мои гости сегодняшние. Совершенно замечательный композитор и исполнитель Игорь Корский. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. И Женя Капитанехина, которая продюсер, насколько я понимаю, Игорь подруг. И оба они родили некий проект, который называется «Чистая музыка». Добрый вечер. И вот эта «Чистая музыка» призвана донести до наших темных масс, слушающих Лепса и Стаса Михайлова, в лучшем случае, что-то такое попристойнее, всю красоту настоящей классической музыки. Вот я сегодня утром, опять же, поскольку была в очень дурном настроении, поставила себе то самое видео с флешмоба, где ребята где-то на Венской площади или на площади какого-то другого города играют «Оду к радости» Бетховена. Сначала выходит один человек, потом к нему присоединяется второй, потом появляется фагот, потом скрипки, потом еще, 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 а потом хор, и потом поет уже вся площадь. Вот это очень духоподъемно, это очень нужно нам, вот что-то, от чего слезы наворачиваются и хочется жить дальше здесь, в нашей стране, никуда не уезжая, веря в то, что у нас по-прежнему достаточное количество хороших людей, которые делают что-то хорошее. Так вот, про музыку. Игорь Гворский, Женя Квитанихина, чистая музыка. Давайте начнем разговор. Игорь, с чего вдруг вы захотели, чтобы все слушали классическую музыку? Ведь это же для избранных. Мне кажется, что, во-первых, классика это классно, по-настоящему классно, потому что, если мы смотрим на безусловный шедевр работы Леонардо или других художников, если нам это не нравится, то проблема в нас, а не в этом художнике. То же самое можно сказать про музыку, если мы берем фрагмент Чайковского или Рахманинова. Если человеку не нравится Рахманинов, то, видимо, какая-то проблема есть у этого человека, а не у Рахманинова. Но это очевидно, то есть это абсолютные шедевры, которые стали нормой, то есть эталон гениальности. То, что безусловно делает человека лучше, делает человека больше, делает человека глубже. Чище. Чище — это отдельная история, потому что сейчас такое время, что вот этот поиск чистоты — это уже практически поиск чего-то невероятного, потому что в том информационном потоке, в котором мы существуем, и в той череде новостей найти даже маленькую нотку этой самой чистоты невероятно сложно. Чистоты — это такие, видимо, хорошие принципы и хорошие ценности. Их мы называем чистотой. Ну, то, что раньше называлось благородством, то, что раньше называлось великодушием. Но, тем не менее, вы назвали «чистая мозг», поэтому я говорю про чистоту. Название немножко в хорошем смысле «брехтовское». То есть это некий идеал, потому что абсолютно чистой музыки и абсолютно чистого искусства не бывает. Так или иначе, мы все равно вынуждены зарабатывать деньги тем, что мы делаем. И мы не можем все наши концерты, все наши акции сделать абсолютно бесплатными, потому что нам надо, чтобы развиваться, нам надо как-то зарабатывать, чтобы вкладывать в эти же самые… Но, тем не менее, про проект расскажи. Проекту… С чего вдруг появился, я задала вопрос, ты не ответила. Это был элемент политической виртуозности, ухода от вопроса. На самом деле, просто мои родители музыканты, и тут, в принципе, без вариантов с выбором профессии. И я учился в спецшколе в Гнесинской десятилетке, и это все витало в воздухе, потому что примерами все эти чудесные 14 лет, две нулевки и 12 классов обучения в школе, до поступления в консерваторию, идеалы были прекрасные. Это, в первую очередь, Роберт Шуман, немецкий композитор, который всю свою жизнь каждую копеечку вкладывал в газеты, в издания журналов. И это были журналы не только о музыке, это были критические статьи о поэзии, о новых книгах того времени. Просветитель. Абсолютный просветитель, который поддерживал словом и поддерживал и деньгами, и по мере возможностей своих друзей, представителей искусства, которые не хотели быть в богеме, не хотели быть в тусовке. И он называл их Дэвидсбюндлерами. Боже, как похоже. Как называл? Дэвидсбюндлеры. То есть, это настоящий романтизм, самый яркий представитель композитора Роберт Шуман и всех своих друзей замечательных, и Мендельсона, и Клару Вик, пианистку, впоследствии его жену, он всех в свой лагерь Дэвидсбюндлеров брал, а враги — это филистеры, те, кто противостоит чистому искусству и высокому. И так вот боролся всю жизнь, пока не попал в Сумышечный дом. Ну, я думаю, что не от этого, не от чистоты. Но там написана лучшая его музыка. Ему там, может быть, было как-то даже спокойнее работать. Изолировался от общества. Да. Видимо, общество тоже было неприятное, типа, как у нас сейчас. Или пример с Ференсом Листом, великим пианистом. Давай, давай, рассказывай. Просвещай нас, начинай свои лет. Гремел на всю Европу как выдающийся импровизатор, солист и, конечно, большой композитор. И его можно сравнить с современными поп-звездами. То есть слава Листа была такая же, как у, я не знаю, Бритни Спирс. То есть толпы людей визжа провожали великого пианиста. Он еще был очень хорош собой, и тысячи женщин были в него влюблены. Но изменилось все в тот момент, когда Лист попал в родной город Бетховена. И увидел, что нету ни памятника, нету ни музея, нету ничего. И тогда, с тех пор, Лист начал вкладывать колоссальные средства. Он был обеспеченным человеком в просветительскую деятельность, высшей. Короче, вдохновленный этими примерами, ученик консерватории Игорь Горский решил заняться примерно тем же самым. Примерно тем же самым, только все это время мы искали форму. Потому что мир меняется, скорости возрастают. Вот скорости возрастают, давай говори быстрее. Мы пришли к тому, что нужно объединять все жанры. И как-то стараться музыку, слово, театр и кино объединять. Потому что все, прошло то время, когда люди могут тратить несколько часов в день на тот или иной вид искусства, даже на чтение книг, часто не находится времени. Надо идти вместе со временем. И что ты стал делать? Приходится идти на адаптацию классики. То есть это то, что делали три тенора, когда они пели в больших-больших аудиториях, в аудиториях то, что раньше пели в камерных залах? По большому счету, да. Но теноры — это коммерческий проект, в основе которого лежит любовь зрителя каждому отдельно к Повороте, Кареросу и Доминго, к трем великим именам, у каждого из которых есть аудитория. Это абсолютно чисто продюсерский проект. Способ заработать на любви толпы. У нас все-таки другая идея. Нам нужно донести все самое ценное, что есть в истории, не только истории музыки, но вообще в истории искусства, да, максимального количества людей. И сейчас мы пришли к форме, видимо, все-таки телевизионной передачи, потому что телевизор в нашей стране больше, чем поэт, как говорится. Поэтому не уйти от телевидения. И мы сейчас задумали одноименный проект «Чистая музыка» как просветительский, где классика и самые известные, может быть, образцы высокого искусства будут показаны современным языком, доступным. Это будут более современные жанры, вплоть до хип-хопа, блюза, рок-н-ролла. Ну, например? Например, то, что мы делаем вместе с моим папой, который в России и в Советском Союзе ассоциируется с джазовой музыкой, но на самом деле тоже его творчество выходит далеко за рамки определенного стиля. И вот у нас с ним есть проект под названием «Шопен в Африке», где мы исполняем знаменитые мелодии классические в неклассических жанрах. И это имеет своего зрителя. И это способ донести до впервые оказавшегося в филармоническом или консерваторском зале человека классическую музыку, но в том жанре, в том стиле, в котором ему комфортно, в котором он понимает. Окей. Жень, прозвучало несколько раз слово «продюсер». Ты продюсер. Что ты делаешь для того, чтобы идеи Игоря по донесению до темных народных масс той чистой музыки, которая есть в мире, дошли? Ну, продюсер, прежде всего, это профессия, поскольку наш проект пока это чистая импровизация, поскольку мы нащупываем форму, мы ищем аудиторию, и мы ищем также инвестиции и пути, куда можно пойти. Не только кому предложить то, что мы делаем, но и у кого попросить ресурс на то, чтобы развиваться дальше. Я, получается, осваиваю новую профессию, но мне... Я журналист по образованию, но мне легко, потому что я вижу вот этот вот огонь в глазах Игоря, я его увидела сразу и зацепилась за него, потому что мне тоже всегда хотелось вкладываться во что-то большее, нежели предлагает реальность. И меня не вдохновляло то, что есть. Окей. О том конкретно, что вы делаете, и в чём суть проекта, мы поговорим через секундочку. В студии Ирины Ясина, программа «Жажда жизни» и мои гости Игорь Корский, композитор-фианист, и Евгений Капитанихин, его продюсер. Так вот, ребят, я понимаю, что вместо того, чтобы зарабатывать бешеные деньги, лобая там на всяких свадьбах, концертах, ездя там по глубинке, наверное, уже это, правда, не происходит. Но я так вспомнила какие-то старые фильмы, наверное, про это сказал. Вы занимаетесь каким-то удивительным делом просвещения. Так? Правильно я поняла? Да. Ну, это очень... Только что говорили про Шумана, про Листа. Ну да, хотелось бы заниматься просвещением, но просвещение — это всё-таки что-то масштабное. Мы делаем то, что можем, стараемся максимально... Ну вот что можем? Давай. Ну, можем, на самом деле, много чего. Вот, например. Ну, последнее, что мы сделали, это съездили на Николину гору и сыграли там совершенно бесплатный концерт для местных... Жителей местных. Жителей чудесных. Не, ну Никольная гора — это довольно пафосное место. Правильно. И ровно в 50 метрах от той веранды, которую Рихтер, который там организовал эти бесплатные летние концерты, называл музыкальный сарай, где чудесные архитекторы, художники, местные дачники, те, кто там уже давно на своих шести сотках пытается сопротивляться интервенции пришедших на Никольную гору гостей незванных, а в 50 метрах от нас, собственно, была парковка, на которой Роллс-Ройсы и что-то лучшее, название чего я не знаю, люди тусовались, и совершенно было все равно, что где-то рядом происходит концерт высокого уровня. Один из наших артистов, артистов чистой музыки, великолепный пианист Андрей Дубов играл сольный концерт из произведений Шопена, Рахманинова, и местные жители принесли цветы, и это было очень здорово и очень классно. Там такое намоленное место, намоленная сцена. То есть это та точка, где сначала Рихтер, потом Юрий Абрамович Башмет, потом Николай Иванович Петров играли концерты, и это было нормально, когда человек мог прийти и не просто послушать музыку, а еще и пообщаться, а еще и подарить пионы, которые сам вырастил. Ну, как-то это всегда было нормально. Слушайте, а где еще вы даете концерты? Ну, на самом деле, помимо чистой музыки, есть еще просто концертная деятельность и проектная деятельность. И сейчас мой ансамбль работает в Театре Пушкина в спектакле «Добрый человек из Сизуана» режиссера Ють Николаевича Бутусова. И это очень большая работа музыкальная. И как-то для нас это тоже очень хорошо все получилось, потому что это один из самых удачных спектаклей в сезоне вообще в России. И сейчас уже дали какие-то первые турандоты. Какое-то есть признание. Это говорит о том, что настоящая музыка без скидок на непонимание в аудитории может быть и успешной. Ну, вот хорошо. Ты сказал удивительную по меткости фразу «Несмотря на непонимание аудитории». Но у меня такое ощущение, что наша аудитория, ну, это вот опять же лепс и так далее. С чего ты взял, что аудитория пойдет на классику? Есть примеры. Собственно, вот как это описано и про писателей, и про режиссеров, когда ни на секунду не отключается внимание. Также я, если я слышу музыку, например, вот я иду мимо метро «Белорусское» в Москве, и оттуда звучит «Бель». Я останавливаюсь, я смотрю на реакцию людей, потому что музыка — такой вид искусства, который не может не затрагивать. От музыки очень сложно затрагироваться. Она влияет. Я смотрю, как люди реагируют, что в них меняется. И таким образом мы стараемся улавливать тенденцию. И когда на сцене происходит что-то интересное, и что-то не обман, а что-то происходит по-честному, люди всегда реагируют. Даже если это первый раз в жизни, когда они слышат Вагнера. Если это классно, человек реагирует. И люди слушают лепса, потому что у них нет... Нет другого. Им не показывали другое. Где получить источник? Как послушать то, что... Мы утверждаем, что это классно. У людей, по сути дела, зачастую нет возможности это услышать. Ну почему? Есть же диски. Это же надо пойти, купить. Надо найти, надо знать, что Вагнер — это Вагнер, а Рахманинов — это Рахманинов. Хорошо, если в жизни человека случится контакт именно с этим источником напрямую. Если он, может быть, он случайно услышит или с кем-то он познакомится. Хорошо, а каким образом? Вот объясните мне, как вы доносите это? Ну мы провели небольшой эксперимент. Давайте расскажите. Тому, как мы продемонстрировали собственно неподготовленную и даже необработанную классику толпе большой. Мы показали это. Да, а в парке Горького просто это место, которое сейчас можно сказать, что оно симпатичное, что оно не похоже на другие места в Москве. Это модное место в Москве. Ну я просто не знаю, что такое модное. Ну это вот классическое, модное московское место, где принято проводить время летом. Да, и дирекция парка обратилась... Недавнего времени туда было страшно ходить. Ну сейчас не страшно, и все с удовольствием. Сейчас я даже расскажу, что там было в одну из ночей, потому что обратились, чтобы что-то такое придумать, интересное. Потому что у нас всегда какие-то безумные идеи, восемь роялей вместе, ну что-то такое. Какой-то перформанс. В общем, мы думали-думали и предложили сделать ночь классической музыки, марафон, нон-стоп. И в ночь музеев 18 мая мы стартовали в 11 часов вечера, и без перерыва небольшие сочинения. Это вообще наша фишка. Потому что мне кажется, что неподготовленный человек не может выслушать симфонию или сонату 40-минутную, чтобы ему было комфортно. А ваше выступление бесплатное? Для посетителей парка это было бесплатно. И на протяжении более трёх часов, три с половиной часа нон-стопа. И мы думали, что люди будут просто проходить мимо и идти дальше в парк, тусоваться и кататься на велосипедах. Нет, суммарная аудитория в этот вечер подсчитанная 120 тысяч человек. Слушай, невероятные какие-то цифры. Ну и атмосфера была как на рок-концерте. Да, и было очень приятно, когда мы с моим папой на двух роялях, это одна из ансамблей, принимающих участие в этом марафоне. Это вот наш папой Дой. Пожалуйста, папу представь. Вячеслав Горский. И заканчивали мы Аллилуи Генделя в стиле рок-н-ролл. Как жалко, что ты не можешь сейчас сыграть нам. Я могу поставить запись. Давай. Я могу поставить запись. Это будет не Аллилуи, это будет обработка сонаты Моцарта ля-минор, которую мы с папой тоже вот исполняли в парке. И, к счастью, народ это воспринимал. Ну, было ощущение, что мы дипеппел или дзеппелин, что мы какие-то звезды рока из Англии пришедшие. Мы можем поставить эту музыку. Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты можешь еще раз назвать композицию? Это соната Моцарта ля минор. Не похоже. Ну, тема, тем не менее, без изменений звучит. Нет, тема есть, конечно. Игорь, это гениально. Скажи, пожалуйста, когда будут еще концерты? Ну, сейчас лето, сейчас сезон накопления. С одной стороны, самое время играть, а с другой стороны, основные все концерты, они в сентябре, в октябре. Холодно же на улице в сентябре и октябре. Холодно, но что делать? Поэтому мы стараемся Моцарта отправить в Африку, чтобы он согрелся. Ну хорошо, об этом будем говорить потом. У меня все-таки есть недоверие, конечно, к тому, что можно таким образом заинтересовать человека, просветить его. И те 120 тысяч, которые слушали, мне по-прежнему кажутся случайными. Наверное, я ошибаюсь, и слава богу, если я ошибаюсь. Я хотела бы сейчас попросить нашего режиссера включить телефон в студии. Напомню, что у нас код города 495, телефон 6510996. И если вдруг есть любители такой вот пропаганды хорошей музыки, то, может быть, они нам хотят позвонить. Женя, скажите мне, пожалуйста, вот Игорь говорит о телепередаче, которую вы планируете. В чем суть? Суть передачи в том, чтобы... Ну у нас мечта такая — поднять уровень развлекательных программ, которые сейчас есть в эфире. И есть уверенность, что мы можем это сделать, потому что у Игоря качественно другой уровень владения музыкальными навыками. И это человек высокой культуры, у которого есть чувство юмора. И мы можем сделать классно программу, которая будет связана и с музыкой в том числе. То есть не наивно ли это думать, что вы сможете изменить наше телевидение? — Абсолютно наивно. Жень, такие слова говоришь, я чувствую себя поэтом резником сейчас. Но на самом деле просто за эти три года, что у меня вот эта идея с этим просветительским шоу, когда мы рассказываем биографии композиторов, и когда мы делаем кроссовер, то, что мы только что услышали, то есть смешение стилей и направлений. И ни один из руководителей канала не сказал, что это неинтересно. Прочитав сценарную заявку, все говорят, что это классно, это здорово, нам это очень интересно. Вот если ты снимешь пилот, не денег, в том числе и деньги есть. — Рисковать никто не хочет. — Не нужно аудитории. Объяснение очень простое. Культура не нужна вообще. Вы что, с ума сошли, говорят они? — Но это какой-то забытый круг. Телевизионные начальники говорят, что это никому не нужно, потому что такие рейтинги, соответственно, ничего не показывают. Поэтому рейтинги есть только у того, что они показывают. И, соответственно, народ, воспитанный на том, что они показывают, ничего другого, кроме того, что они показывают, уже не воспринимают. То же самое происходит даже с классической музыкой. Потому что если мы придем в консерваторию в любой день, любого года, мы услышим там концерт Чайковского и концерт Рахманинова, которые, безусловно, выдающиеся шедевры, но вообще всемирная история знает и других композиторов, других авторов. И за последние 150 лет написали еще что-то. И вот хочется слышать и видеть современное искусство в концертных залах. То есть очень много всего, но это замкнутый круг. Поэтому ситуацию с телевидением можно, в принципе, спроекцировать на все, что угодно, на любую область. А прорваться-то можно как-то? Вот мы хотим сломать этот стереотип. Ну, хотим — это мало. А возможности какие есть? Возможности просто делать то, что считаешь нужным и считаешь правильным, и то, что находит отклик пусть у 100 тысяч, там, 10 тысяч человек, но делать это каждый день, и все, и не думать о том, что там себе думают остальные 140 миллионов. Скажи, пожалуйста, а деньги зарабатывать этой музыкой можно? Да. Можно. Только вопрос, как это делать, потому что если играть просто концерты, то ни о каком просвещении в широком смысле слова. Вот я ровно про это. То есть либо мы зарабатываем деньги, либо мы просвещаем. Ну, пожалуй, что да. Пожалуй, что так. Потому что без медийности, без узнаваемости и без статуса тебе просто никто не поверит. Ни из инвесторов, ни из представителей продакшенов. Ну, я знаю, что ты довольно много таких бесплатных мероприятий устраивал. И они пользовались успехом, но действительно денег не приносили. Можешь о них рассказать? Ну, есть сфера, про которую просто нет особого желания говорить. Это какие-то концерты в детских домах или в больницах. Потому что, ну, что об этом говорить, это надо делать. Это делают любые артисты. Это нормально, так должно быть. Все-таки просвещение — это когда ты берешь человека, который впервые что-то в своей жизни слышит и который влюбляется. Вот это очень важно. Так происходит. Вот я могу... У меня есть один пример, я обожаю его. Мы ездили с мастер-классами в Иваново в рамках какой-то акции «Музыка против наркотиков» или что-то такое. Ну, неважно. Это было просто... Мы играли концерт в зале, и мы занимались со студентами в училище. И одна девочка вышла играть, замечательная местная пианистка, третий курс. Играет плохо, конечно же, но она очень искренняя. Что у нас со звуком? Мне кажется, что... Ты чего-то нажал? Нет, я ничего не... Вот сейчас есть? Сейчас есть. Хорошо. И я ей рассказываю сюжет оперы Травиата на сцене перед полным залом. Потому что пианистов больше всего на всех отделениях, как и в школах, так и в училищах. А уж в Иваново там вообще одни пианисты. Ну, потому что инструментов других нет. И я пересказываю ей сюжет дамы с Камилей Дюма, собственно, который лег в основу оперы Травиата в Эрди. И как бы это смешно и глупо, что человек в 20 лет не читал Дюма и не знает оперу в Эрди. Но через 5 минут гробовая тишина в зале. И девочка, узнавая историю вот этой вот... Виолетта. Да, куртизанки. Виолетта она у Верди. Да, у Верди. Она плачет. У нее текут слезы по лицу. Я вспоминаю фильм «Красотка». И Джулия Руберс, которая сидит в опере, слушает Травиату Верди и плачет. И первый раз в жизни у нее происходит обряд инициации, фактически. Ну, это же прекрасно. То есть ты хочешь, чтобы так было? Да, я хочу, чтобы было так. Потому что в основе, в глубине, где-то в каждом человеке есть все правильное. Ну, это нормально. Уж если в Джулии Руберс есть, то в наших людях точно. Конечно, наши самые лучшие. Просто, может быть, кому-то достаточно 5 минут, а кому-то нужно 15 лет. Как в фильме «Заводной апельсин». И ставить спички в глаза и играть девятую симпону. Есть у тебя время достучаться? Полно. Ну, это исходя из того, что ты молодой или вообще? Нет, исходя из того, что если не это, то зачем тогда играть эту музыку, которой 200 лет? Кому это надо? Вот это ограниченная аудитория, которая там на Никольной горе. Ну, я буду бороться за другую, потому что мне хочется, мне интересна не только классика. И вы слышите, что в нашей музыке и латинские нотки, и рок, и рэп. Мне все интересно. Я стараюсь всем заниматься, всему уделять время. Но мне хочется, чтобы то, что звучало из телевизора, из радиоприемника, со сцены, было качественно. Больше ничего. Вот хочется качества. Сколько можно втюхивать фигню? Они втюхивают. Окей. Сейчас мы послушаем рекламу, а потом дальше про не фигню продолжим. Напоминаю вам, дорогие слушатели, что сегодня у нас жажда жизни музыкальная. И в студии Игорь Кворский, его подруга и продюсер Женя. И я думаю, что мы продолжим про то, что достучаться возможно. Я спрошу коварный вопрос. Есть ли примеры? Есть примеры. Как раз на нашем музыкальном эксперименте в парке Горького, честно говоря, меня это очень порадовало, когда люди подходили в костюмах, такие красивые, с блокнотиками, и так шепотом спрашивали, а вы подскажите, пожалуйста, что сейчас звучало? Я потом буду искать в интернете и хочу послушать. Слушай, это получается, это когда второй канал делает экранизацию «Идиота», немедленно подскакивает продажа Фёдора Михайловича Достоевского. Примерно так, да? Ну, пока путь такой, но это работает, потому что после вот этого концерта, если можно назвать таким громким словом «фанаты», то несколько фанатов у нас появилось. Они нас завалили записями нашего концерта, нескольких фрагментов, и они написали, что это классно и здорово, и спрашивали, когда будет. А что за люди были, которые это делали? Совсем разные. Ну, например? Ну, вот я уже привела пример, что это был прям такой деловой человек, видно было, что у него всё в порядке с деньгами, он был просто увешан гаджетами. Либо девочки подходят молодые, которые обычно прутся от рок-звёзд или от поп-эм. Бывшие болельщицы Ивановшек Интернешн. Да, наверное, да. А теперь фанатеют от Горска. От классики. Есть обычные люди, которые подходят и говорят, что вот нам не было ничего интересного, то, что в телевизоре неинтересно, по радио, ну, понятно, там все уже слышали. А вы делаете что-то особенное, это заражает, и хочется быть сопричастным этому, и как-то слышать ещё, потому что это наполняет жизнью. Всё очень просто. Надо по-честному работать на сцене. Всё очень просто, это хорошо звучит. Люди устали от халтуры. Слушай, в нашей стране, вот прям вот, вы почти карбонарии, господа. Делать всё по-честному, люди устали от халтуры, это почти политическая провокация. Ну, практически, да. Но это на самом деле слова Баха про то, что играть на органе очень просто. Я нажимаю нужные ноты в правильное время, остальное делает орган. Это очень простая форма, но правда, надо обычным человеческим языком разговаривать. Я с огромным уважением отношусь к Белзе, к ведущему концертов и телеканалу «Культура». Но мне кажется, что молодёжную аудиторию такой стиль и такой темп уже заинтересовать не может. Слушай, ну скажи, а как бы ты представил Моцарта? Моцарта надо представлять так же, как великие мыслители. У меня есть пример, да, отец Александр Мень, да, замечательный. Я с удовольствием читаю, перечитываю. Вот он писал о том, что каждая из Евангелий имела свою аудиторию читательскую. И что в том числе Евангелие от Марка адресовано римским стражникам. Поэтому там три строчки, и всё понятно. И неважно, какими путями, да, главное, собственно, прийти к вере. То же самое и с музыкой. То же самое с Моцартом. Кто такой Моцарт? Моцарт — это очень молодой, очень успешный, очень талантливый, очень креативный человек. Джастин Виттер. Да, написал учебник, например, по игре в бильярд, по которому занимались десятки поколений бильярдистов. Человек, неистово любящий этот спорт, чемпион по карамболю в своей Австрии — это нормально. Да, Моцарт — человек, который выпивал несколько бутылок шампанского и в состоянии глубочайшего абстинентного синдрома с утра на спор сочинял на салфетках целые трио и сонаты. Это нормально. Слушай, я расскажу одну взамен историю правдивую о том, как мой знакомец, замечательный писатель Сергей Калиедин, одно время работал воспитателем в Можайской колонии для несовершеннолетних преступников. Он воспитателем работал, он договорился, там был хороший полковник, директор колонии, что его воспитателя и рассказчика про литературу будут пускать без вохры. Потому что, ну что же, за контакт с аудиторией, если у тебя за плечами, значит, охранник такой обычный. Ну вот, он пришел, Каледин, а пацаны вообще слушать не хотят, вообще. То есть совершенно и никто им не интересен. Каледин ничтожесть, умняшись и начал. Пушкин — малоизвестный эфиопский поэт. Пацаны встрепенулись, потому что уж чего-чего, а про Пушкина они слышали. Что он эфиопский поэт, не слышали. Это провокация. Конечно, провокация, но она их заинтересовала. Дальше контакт пошел. Ну вот, как ты про Моцарта и карамболь и шампанское. Ну, не обязательно рассказывать, что Моцарт делал по ночам со своими ученицами, графинями и герцогинями. Слушай, слушай, у нас это оскорбление сейчас теперь в моде религиозных чувств. Давай аккуратнее про всякие такие штучки расскажешь нам, кто-нибудь скажет, а я верую в Моцарта. Нет, про оскорбление известная история, как шестилетний Моцарт, придя на Мессу, которая имела каноническую структуру, ее нельзя было исполнять нигде более, кроме как в этом соборе. Он, придя домой, ее точь-в-точь переписал ноту в ноту на партитуре, и потом это все распространилось со скоростью горячих пирожков, и отец Моцарта, Леопольд, получил вообще в местном управлении католическом за это по голове. Ну да, гениальный Моцарт просто скопировал точно вот эту вот месту. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот имеет смысл рассказывать такие почти анекдоты из жизни великих музыкантов для того, чтобы их музыка стала интереснее тем, кто никогда раньше не слышал этих имен и этой музыки? Ну, меня всегда заинтересовывает человеческий фактор, всегда. То есть сначала мне хочется понять, что это за человек, потом мне уже интересно, что он делает. Потому что бывает, конечно, вот там фигура Арнольд Шварценеггер. Кто это, что это? Там смотришь биографию, он чемпион Европы по игре в керлинг. Да, это когда на льду, какие-то интересные вещи, ты понимаешь, нет, ну он, да, вот он такой большой, такой вроде как дебил, но... Да ладно, губернатор Калифорнии был, самый плохой. Я имею в виду его кинообраз, да, что это очень злой. Ну на самом деле, там, или там, братья Кличко, боксеры, доктора философских наук, там, ну это поразительно. Ну абсолютно. Это интересно. То есть ты за незатасканные факты. Ну это не факт, это просто особенности, это же очень важно, потому что человек меняется каждую секунду, в каждом из нас сто миллионов других личностей и полутонов. Это понятно, что есть какой-то стержень, на который это всё нанизано, у кого-то это вера, у кого-то это убеждение, у кого-то это, в конце концов, воспитание. Пожалуйста, а вот легко уговаривать твоих коллег-музыкантов молодых и талантливых на такие вот промо-акции, так скажешь? Ну, пока что так получается, что все счастливы вообще в этом принимать участие, потому что то, что мы делаем, это интересно в первую очередь творчески. Потому что никто не тратит на репетиции больше, чем 15 минут, сейчас такое время, потому что всё очень дорого. И если раньше оркестр мог себе позволить полгода рептировать симфонию Светланов-Моровинский, потом выступить, то сейчас, к сожалению, сроки сжимаются. И значит и качество тоже меняется. Мы же стараемся готовить каждый свой проект очень тщательно, для того, чтобы результат был такой, за который не будет стыдно. А давай ещё послушаем. У тебя ведь есть ещё заготовочка. Да, я предлагаю послушать. Никаких не будет барабанов, никаких не будет гитар. Академическое звучание, два рояля. И мы с папой исполняем его композицию, композицию Вячеслава Горского «Сальса летнего вечера». Академическое звучание, два рояля. Старин drukат. Один, 중й, который будет 10-4 очаг. И мы соuseя! Сергей Вячеслава Горского Station Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас выйдем за двери нашей радиостанции И там прямо на Сроченовском переулке Стоят два рояля И летний вечер Играет сальца И я бы сидела рядом И просто бы наслаждалась Несколько часов Пока бы утро не настало Игорь, немножко о планах Планы очень масштабные Мне кажется, что в первую очередь передача Потому что там мы Телевизионная ты имеешь в виду Телевизионная передача А шансы есть? Ну не будет, значит мы запустимся на какой-то интернет-площадке И не будем Больше связываться с каналами То есть мы не загоняемся Опять-таки, что от нас зависит Снять качественный пилот Я вам могу сказать, что молодая аудитория не смотрит телевизор Ну она смотрит потом в интернете Именно У меня нет телевизора Но то, что мне нужно, я смотрю в интернете потом Поэтому может не загоняться, как говорит Женя С телевизором Сразу изначально Ну, по крайней мере, мы собираемся попробовать Мы точно сделаем то, что задумали Пилот Ну, на самом деле, телевизор Просто слово такое Хочется, чтобы это был качественный продукт Чтобы это было снято Я очень люблю кино Я не профессионал в этом плане Но я там киноман Мне хочется, чтобы это было сделано в киношных традициях Чтобы было снято Но не Тарантино Но чтобы это было современно Чтобы это было остроумно С точки зрения режиссуры И мне кажется, что все получится Потому что я очень долго об этом думал Окей, телепередача В интернете или где-то еще? Дальше Дальше, собственно, то, чем мы занимаемся практически каждый год Это детские проекты Каждый год у нас какая-то музыкальная сказка Новая написана Мы с папой сочинили «Рыжий ник» и «Мастерская чудес» И там был замечательный продюсер Андрей Лилявин Который опять-таки сделал то, что никому не было нужно Это московская елка, так называемая, в Олимпийском Где каждый год Дед Мороз и Снегурочка Приглашали детей к елке А тут он решил вложить деньги в шоу Когда оригинальный сюжет про мальчика Который больше всего на свете хочет проводить время Своими родителями, которые все время на работе И язык, и музыкальный язык, и хореография, и цирк То есть настоящее шоу Это было впервые в Москве И все современное Все современное Ну да, дети современные В общем, они гаджетами все пользуются в три года А им все красную шапочку, там, Снегурочку Это было серьезное дело Дети включите, где зайчик? Люди не рискуют на таких вот новогодних мероприятиях Потому что это все очень дорого Это 10 тысяч, там, 15 в Олимпийском зрителе Это все очень дорого Но тут человек просто... Это было действительно просвещение в хорошем смысле Эти все шоу, этот дюссалей Никому не нужны широкой аудитории По большому счету Но это тоже был с его стороны поступок И мы попробовали И каждый год мы стараемся делать Как можно больше новых детских сказок Потому что этот жанр уходит И нынешние дети слушают то же самое Что там мы 30 лет назад Али Бабаб Все те же пластинки Потому что ничего лучше нет И, собственно, рынка нет И мне кажется, надо что-то делать Качественная музыкальная сказка Это тоже то, что мне очень интересно Вот я помню Я в детстве сидела около проигрывателя И слушала всякие музыкальные сказки И вот до сих пор Представляете, мне уже 50 почти А я помню Ухти-тухти, ухти-тухти Я лесная практика И там дальше такие песенки были веселые Вы этого не помните Потому что это вот Я все-таки из поколения ваших родителей Я не помню, но знаю Потому что я просто отсматриваю Стараюсь все отсмотреть Вы какая прелесть Такие песенки были нежные Но это же было классно Это же не только история Это же мы Потому что мы состоим из этих сказок Заслушивали эти пластинки Пока их не затирали А где они? Нет ни одного примера Современного детского продукта Ни одного То есть кроме художественного фильма Книга мастеров О которой пусть критики Антон Долин пусть расскажет Он там в этом специалист Но в принципе, если говорить о качестве То бабушка, танцующая в костюме черепахи Это символ продукции, выпускаемой для детей сейчас Ни детских писателей Ни детских поэтов Ну то есть мы можем Каждый из нас назвать единицы какие-то Но это пропасть Это не то, что там какой-то кризис А начинать просвещение нужно именно с детства Сто пятьдесят процентов То есть в 25 лет начинать образование поздно Никогда не поздно Никогда не поздно Если это с детства Это уже прорастает в тебе Но это очень естественно Ну как, правильно говоря Если маму с папой возили в музей То ребёночек к этому привык А если его никогда в жизни в музей не возили То он и не придёт никогда Так получается Да Ну просто если мы будем Я имею в виду экспертное сообщество музыкантов Вот мы сейчас будем отрицать Что существует стиль рэп К примеру Который там 80 миллионов россиян слушают рэп Это что же значит В мультиках не применять этот жанр Который там захватил мир Это нормально Есть примеры выдающиеся каких-то рэперов Американских Public Enemy Eminem Прекрасное, да Высокое искусство Почему же каким-то рок Собственно рок-н-ролл Есть прекрасные жанры Которые почему-то в России Считается, что с детьми надо сухо адаптировать Слушай, ну у нас же вообще всё очень косно Очень традиционно И не дай бог Кто-то сочтёт Стоит у покушения на что-то святое Может быть поэтому страшно Страшно, но Когда разговариваешь адресно с каждым Там ставишь Тебе нравится? Да, мне очень нравится Или там Сейчас новое мерило пошло Лайки в социальных сетях Чем больше лайков, тем лучше И всем всё нравится Может быть так получается Что мы внутри какого-то сообщества Или просто обидеть никто не хочет Именно об этом речь Что надо бы выйти За границу этого сообщества Потому что видимо Даже те 120 тысяч Которые прошли через парк Горького В ночь музеев Это были такие вот люди Ну правильные Так скажем С нашей точки Ну вот с рыжим ником С этой историей Всё как-то нашло Своё применение Потому что Этой зимой В Новый год Провели благотворительную акцию С помощью нашей подруги Насте Дагаевой Журналистки Которая очень быстро И оперативно Подключившись Нашла способ Распространения И реализация Этих дисков Да таким образом Что тысячи дисков Попали в фонды В Подари жизнь В Дети Марии И То есть Егор Бероев Приезжал Он представлял фонд Я есть И Каждый из них Получил Там От 500 До 1000 Дисков Которые попали Непосредственно Вот адресат Тем Для кого мы писали Для кого мы сочиняли Не для зрителей Москвичей Только в Олимпийском Которые пришли Купили себе конфет И у них все прекрасно Ну Мне кажется Что для этого В том числе И стоит работать И заниматься тем Чем мы занимаемся Вот Судя по тому Что Женя сказала Что ее Заразил Твой Заразил Твой близк В глазах В общем Действительно Впечатляет Потому как Меня твой близк В глазах Тоже заражает Ну Начали сегодня С Навального Можно развивать Тему Что блески Бывают Ведут Ну Понимаешь Как У тебя такая Совсем Аполитичная Деятельность Пока Пока Ну да Неравен Сейчас что-нибудь Создашь Апозиционное Человеческая душа Это такая вещь За нее Мефистофель Ого-го Жень Что ты хочешь сказать Я хотела сказать Что Игорь Очень верит В то Что он делает И этим заражаешься И я тоже Верю В то Что мы пытаемся Сделать И Я сейчас вспоминаю С чего Вообще Мой интерес К музыке Начался И у меня Был Такой человек В моей жизни Моя преподавательница В музыкальной школе Которая Также нам Рассказывала Живо Про А вам с Игорем Все равно Что происходит В округ Вот Навальный Волотное дело Вот чистая музыка Она охраняет От того Чтобы не смотреть Мне кажется Что тут вопрос Не смотреть Или смотреть А мне бы хотелось Чтобы следующее поколение Вообще даже Не знало О том Что сейчас происходит Вот мне хочется Чтобы вообще Так все стало Правильно Что люди бы Даже не доводили До такой ситуации Как Это да Это звучит Как идеализм И бред То что сейчас происходит Это настолько неправильно Что Хочется Так построить Может быть Образование Может быть Просвещение Чтобы просто До этого Не дошло Никогда Больше Вот и все Вот на этом Дорогие друзья Мы вынуждены Заканчивать Потому что Приходится Тем не менее Возвращаться В нашу действительность Но чтобы Иногда Вас было хорошо На душе Вы зайдите В фейсбуке Есть сообщество Чистая музыка Наберите Игорь Григорьский Там тоже много Всего интересного Есть записи Я пошарила По чистой музыке Мне очень понравилось Отвлеклась я Ненадолго И надо сказать Что это не просто Отвлечение А какое-то Просто очень Правильное Созидательное Такое Ощущение Того Что Все Прождемся Спасибо Спасибо